В эфире Азбестовского телевидения программа «Собеседник» в студии Юрий Чиликин. Здравствуйте! Основная тема программы – коллективный договор. Давайте вспомним, что это за документ. Закон трактует его таким образом. Это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и работодателями. Недавно в комбинате «Урал Азбест» пришла конференция по итогам коллективного договора. В связи с этим мы пригласили на нашу программу заместителя генерального директора по персоналу и социальному развитию комбината «Урал Азбест» Валерия Юстуса. Здравствуйте, Валерий Викторович! Добрый вечер, Юрий Васильевич! Валерий Викторович, недавно, 24 апреля, в комбинате прошла конференция по подведению итогов выполнения коллективного договора. Событие достаточно значимое для трудового коллектива. Вот какие ключевые решения были приняты на этой конференции? Хороший вопрос. Добрый вечер, уважаемые азбестовцы! Действительно, в соответствии с действующим трудовым законодательством, на предприятиях, в организациях должен быть коллективный договор. Акционерное общество, как социально-ответственное предприятие, имеет такой локальный нормативный акт. У нас заключается на три года. В настоящее время действует коллективный договор 2017-2019 годы включительно. И ежегодно мы два раза в год вместе с трудовым коллективом, с представителем трудового коллектива, это профсоюзным комитетом, подводим итоги выполнения. Вся эта процедура начинается в сменах, цехах и заканчивается конференция. Вот последняя конференция состоялась 24 апреля. Я хочу сказать, что очень много предложений поступило, и главный результат, который мы можем вынести по конференции, это сохранение курса на реализацию социальной политики в акционерном обществе в прежнем объеме. Поэтому это главный результат нашей конференции, и комбинат, являясь, будем говорить, главным налогоплательщиком города Азбест, остается, я бы сказал, и главным предприятием по социальным гарантиям и льготам. Вы сказали, что много вопросов поступило. Вопросы поступают до конференции, их уже обрабатывают перед конференцией, или во время конференции много вопросов поступают? Значит, алгоритм следующий, то есть, обсуждая в сменах в трудовых коллективах, проходит сбор, будем говорить, предложений, высказываний представителей трудового коллектива, те, которые решаются на уровне цеха структурной единицы акционерного общества, значит, там издаются приказы, и руководители этих структурных единиц и подразделений эти вопросы решают. То, что находится в компетенции акционерного общества, исполнительная дирекция, выносится на заседание комиссии, в соответствии, опять же, с коллективным договором, комиссия на паритетных началах создана, семь представителей исполнительной дирекции во главе с генеральным директором Юргом Алексеевичем Козловым, и семь человек от профсоюзной организации во главе с председателем профсоюзного комитета Леонид Юрьевичем Ремезовым. Но я хочу сказать, что большинство, конечно же, предложений – это вопрос заработной платы, вопрос доходов работников. И я хочу сказать, независимо от того, есть эти предложения или нет, вопрос мотивации, вопрос уровня заработной платы, он всегда был и остается приоритетным вопросом исполнительной дирекции. Поэтому большинство вопросов, конечно, вопрос – это по заработной плате, предложения, ну и мы говорим, что там очень много вопросов, конечно, связано с дополнительными какими-то социальными льготами, гарантиями, и это все рассматривалось на уровне комиссии. Ну вот давайте вернемся немножко назад. Один из больных и обсуждаемых вопросов все-таки – это заработная плата, ее повышение. Вот какие-то изменения в этом направлении предвидятся? Я бы сказал, что это не самый больной, я бы сказал, что это самый актуальный вопрос, и это вопрос не только для, будем говорить, работников акционерного общества, но для всех. Понятно, что люди живут на те доходы, которые они получают, поэтому здесь было принято решение. Я, кстати, прежде чем о принятом решении, хотел бы сказать, что, конечно же, мы мониторим эту ситуацию, для нас являются показателями уровня заработной платы, это состояние промышленности строительных материалов, в целом в регионе, на территории Азбестовского городского округа, на наших родственных предприятиях, и, конечно же, влияет очень сильно и зависит от ситуации экономической на предприятии. Вот мы видим, что у нас заработная плата, уровень ее на 13-14% выше заработной платы по муниципальному образованию. Значит, наш уровень заработной платы, он выше отраслевого уровня заработной платы по прошлому году в пределах 36 тысяч рублей. Значит, сейчас принято решение, и генеральным директорам, и делегаты конференции проголосовали. Значит, с 1 мая все тарифные ставки и должностные оклады поднимаются на 5%, поэтому вот с 1 января тарифы и оклады поднимаются на 5%. Но мы говорим, что заработная плата, она состоит как из постоянной части, так и из переменной. Это всевозможные премиальные выплаты, это стимулирующие выплаты, и за прошлый год по акционерному обществу фонд заработной платы составил в пределах 2 миллиардов рублей. И, конечно же, мы сегодня, тема мотивации, она остается, и в плане стратегического развития она у нас прописана. Поэтому мы, вот то, что мы приняли 5%, на этом работа не заканчивается. Значит, постоянно идет работа над теми мотивационными и премиальными системами, которые есть в акционерном обществе. Ну, в общем, определенный прогресс в части повышения доработной платы, он есть и он идет? Он есть, и я хотел бы сказать, что мы взяли еще и данные государственной статистики, рост потребительских цен за прошлый год, там, 4 с небольшим процентом. Мы приняли решение на 5%, ну, и я вначале говорил о том, что вопрос уровня заработной платы, он остается приоритетным. Мы постоянно будем за этими вещами следить. Лилия Викторович, вот Урал-Азбест является социально ответственным предприятием и всегда выгодно отличался этим от других предприятий городских. Вот, каковы результаты социальной поддержки работников в этом году будут? Ну, вот, конференция, она же состояла из доклада генерального директора и председателя профсоюзной организации. И в течение вот своих выступлений оба руководителя говорили о тех мерах по поддержке работников, о результатах нашей производственной деятельности. Там спектр очень большой, но я хочу сказать, что на выполнение вот социальных гарантий и льгот, предусмотренных коллективным договором, а это большинство сверхтрудового законодательства, по 2018 году акционерное общество направило более 360 миллионов рублей. И мы прекрасно знаем такие вещи, они вообще это единичный случай не только в Азбесте, это в Свердловской области, когда комбинат поддерживает многодетные семьи и многодетной семье выделяет материальную помощь к первому сентября в размере среднемесячная заработная плата. А если в семье больше, чем трое детей, там 4-5, эта сумма удваивается. Поэтому вот 364 миллиона рублей было направлено на реализацию социальных гарантий и льгот. Давайте немножко поговорим о социальных и льготах пенсионных. Бытует мнение у горожан, что на многих предприятиях отменили льготное пенсионное обеспечение. Что это такое и с чем его едят? Ну, мы говорим, что еще с советских времен список номер один и список номер два, а также пенсия по выслуге лет, это имело место. Мы понимаем, что сегодня мы живем в период, будем говорить, пенсионной реформы, значит, но это имеет место. И, конечно же, я как азбестовец очень часто сталкиваюсь в городе с, будем говорить, с земляками, с горожанами, которые говорят, вот там отменили льготное пенсионное, там, на азбестобогатительной фабрики, отменили льготное пенсионное машинистам-экскаваторов. Ну, я хочу заверить всех, что вот мы сейчас провели специальную оценку условий труда, и у нас рабочие, работающие на азбестобогатительной фабрики, основные профессии в карьере, значит, все это сохранено, и на комбинате это выполняется. Ну, и по моей информации, мы единственное предприятие в городе, где есть льготное пенсионное обеспечение, по первому, по второму списку, значит, отработав необходимое количество лет, люди имеют возможность получать пенсию. Ну, я хочу сказать, что по результатам специальной оценки условий труда, 2535 где-то чек имеет право на льготное пенсионное, поэтому мы говорим, что мы эти вещи не отменяем, и это является одним из социальных таких и привлекательных пакетов для устройства на наше предприятие. Да, это радует, что те первые, вторые списки, они остались, и на самом деле это достаточно привлекательно для трудового коллектива, для тех, кто придет на работу, и тех, кто сегодня трудится. Ну, вот у нас еще есть самые незащищенные группы, это пенсионеры и молодежь. Как комбинат оказывает поддержку неработающим пенсионерам? Как в этом направлении работа ведется? Игорь Васильевич, ну вы совершенно правильно говорите. Есть такая пословица о том, как общество относится к старшему поколению и к подрастающему поколению, можно судить об этом обществе. Ну, я хочу сказать, что у нас Совет ветеранов, это общественная организация, сегодня ее возглавляет неравнодушный человек Мусальникова Светлана Алексеевна. Представители ветеранской организации присутствовали на нашей конференции. И я хочу сказать больше, даже поблагодарили генерального директора Юрия Алексеевича Козлова за внимание к неработающим пенсионерам. У нас сегодня в этой организации состоит на учете порядка 6 тысяч человек. И мы видим, что если в комбинате работает 4 тысячи 600 с небольшим человек, еще порядка 2 тысяч человек в наших дочерних предприятиях, то есть это достаточно такая серьезная организация. И, конечно же, вот те, будем говорить, меры и мероприятия, которые нас всегда отличали, они остаются, и утвержден бюджет на 2019 год. Ну, я, как пример, хочу привести, вот сейчас у нас впереди замечательные праздники, я бы сказал, святые праздники для каждого россиянина, особенно это 9 мая. Значит, у нас на учете 10 участников Великой Отечественной войны, большая армия тружеников тыла, значит, участников локальных войн. Значит, вот каждый участник войны получит материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Значит, у нас сейчас идет заезд в санаторий-профилакторий Горно-Леон. Значит, два таких заезда будут в весенний период. Мы выделяем 60 с небольшим путевок в каждый заезд для пенсионеров, это бесплатно. Ну, и мы единственное предприятие, не только, я думаю, в Свердловской области, но и в России, где у нас есть обслуживание ветеранов на дому. Каждый заезд от 4 до 6 ветеранов труда получает бесплатную возможность оказания и социальной, и медицинской помощи на дому. Мы выписываем азбестовские рабочие для наших ветеранов. Ну, в общей сложности порядка 18 миллионов рублей в год мы расходуем. И я хочу сказать, что не может быть будущего предприятия, если мы не будем поддерживать тех людей, которые отработали на предприятии, будем говорить, 25 лет и более. То есть мы, конечно же, этих людей будем всегда поддерживать. Что касаемо молодых кадров, ну, вот совсем недавно, мы там, 4 дня назад мы провели корпоративную интеллектуальную игру мозгобойня. Мы видим, что у нас как в материнской компании, так и в дочерних предприятиях очень много молодых талантливых ребят. И вот проведение таких мероприятий, оно, конечно же, во-первых, объединяет людей, во-вторых, это же не просто там интеллектуальная игра, это еще и возможность увидеть тех неравнодушных молодых людей, которые в дальнейшем будут и профессионально расти, и заниматься общественной работой. Поэтому у нас есть Совет молодых специалистов, которого возглавляет Юрий СССР как председатель, секретарь Мария Климина. Это ребята, которые закончили Асбестовские школы, а Мария Климина-то вообще с золотой медалью закончила сегодня. Это лицей номер 9, высококлассные юристы, и таких ребят у нас очень много. Поэтому мы продолжаем поддерживать молодежную политику, ну, и работает Совет молодых специалистов и по профориционной работе, ну, и по улучшению наших производственных процессов. Да, ну, это хорошая работа комбината, поддержка и пенсионеров, и ветеранов, и молодежи. Но я вам предложил, Леонид Викторович, вернуться, знаете, куда? В Женеву. Вот там рассматривается вопрос о включении в приложение территории Роттердамской конвенции, Крытилово Асбеста. Вот если это произойдет, что может случиться с предприятием и с городом? Вот чем это грозит? Ну, я хочу сказать, что этот вопрос очень серьезный. Да. И действительно, делегация профсоюза международного альянса Хризатилов, который был создан именно по инициативе профсоюзной организации комбината, которую в то время возглавлял Андрей Владимирович Халзаков, значит, был создан этот альянс, представители будут в Женеве. Я хочу сказать, что вопрос в этом году встал очень серьезно. И связано это с тем, что ряд представителей КПРФ обратились в международные организации, в частности, это Организация Объединенных Наций, Всемирная Организация Здравоохранения, эта информация вся у нас есть, обратились с письмом, в котором четко сказали, что Хризатил Асбест вреден, в Асбесте идет очень серьезный, будем говорить, вредный экологический фактор. И, конечно же, эти письма, по нашей информации, они будут рассматриваться на заседании в Женеве. И это очень серьезно. Потому что я всегда привожу пример. В каждой семье могут быть какие-то разные подходы к решению тех или иных вопросов. Ну, муж и жена, мы же понимаем, они взрослые люди, и по-разному смотрят на решение некоторых вопросов. Но, извините, семейные вопросы выносить на суд, тем более зарубежные, это что делается? Это, во-первых, удар по России. Мы же понимаем, что сегодня Россия, Казахстан, это основные производители Хризатилова Асбеста. И когда вот здесь, в нашем городе, есть люди, которые выносят это, извините меня, в международной организации, не разобравшись, не получив объективную информацию, не встретившись, что они делают, какое будущее они хотят нашему городу. Поэтому ситуация очень серьезная. Я надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает. Мы видим, что сегодня очень много делает правительство Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, очень много делает для того, чтобы сохранить Хризатилову отрасль. Ну, это же не просто рабочие места в Асбесте. За прошлый год только комбинат перечислил в бюджеты всех уровней более полутора миллиардов рублей. И мы говорим, а сколько мы благотворительностью занимаемся. Поэтому ситуация очень серьезная. Я надеюсь все-таки, что как бы разум возобладает. Чем это грозит? Ну, мы понимаем, что полностью Хризатилов Асбест нельзя будет запретить. Вопрос в другом, что это, конечно, может сказаться на тех объемах выпускаемой продукции, которую выпускаем мы, и та продукция, которая используется, будем говорить, в разных видах промышленности и экономической деятельности. Поэтому здесь я говорю, что каждый асбестовец должен задуматься, почему это происходит. И, конечно же, мы, в общем-то, готовимся к тому, что происходит в Женеве. Наши специалисты едут. Но, вы знаете, это очень серьезная проблема. Если там решение будет принято, то это, конечно же, отразится и на рабочих местах комбината, это отразится на рабочих местах наших дочерних предприятий, ну, и на экономике муниципалитета. Поэтому я говорю, что вот как эти представители обращаются в международные организации, говоря о том, что вообще, откуда они эти данные берут, значит, это, ну, это грустно, я хочу сказать, и печально. Вот интересно, что это за представители такие, и чем они руководствуются, и какие цели вообще преследуют, или, извините, их купили, подкупили. Других я не вижу целей. Ну, у нас есть фамилии этих людей, значит, это четко представители коммунистической партии Российской Федерации. Один из них помощник депутата законодательного собрания, значит, у нас все это есть, и поэтому мы продолжаем работать и с международными организациями, и показываем тем организациям, которые занимаются, будем говорить, надзором, и отслеживают экологическую ситуацию, мы видим, и если там есть какие-то вопросы, мы их решаем. У нас, кстати, на предприятии действуют в соответствии с федеральным законом по снижению асбеста обусловленных заболеваний, и в соответствии Россия ратифицировала конвенцию о контролируемом использовании асбеста. Значит, у нас есть программа, я скажу так, что более 260 миллионов рублей комбинат направил, и направляет на улучшение условий труда, и это большие изменения, но вот эти, я бы сказал так, просто это враги, они приведут к тому, что предприятие уменьшится в разы, но это никуда не годится. Да, я с вами соглашусь. Валерий Викторович, я предлагаю тему немножко закрыть и перейти к спорту. Вы возглавляете федерацию футбола асбеста. Вот как вы считаете, команда Урал-Асбест, она будет играть в первой лиге области? Ну, я хочу сказать... Первая группа – это вообще сильнейшая группа областного чемпионата. Я хочу сказать слова благодарности Юре Алексеевичу Козлову и руководителям наших дочерних предприятий, конечно же, и Наталье Робертовне Тихонову, которая всегда, будем говорить, внимательно относится. Значит, мы будем в этом году играть, и мы сохраним эту традицию, которую вот последние 10 лет мы играем по первой группе. Это колоссальный труд большой армии людей. Я и Олегу Рославовичу Чернядеву хочу спасибо сказать. Конечно же, Юрий Борисович Соколов, Александр Юрьевич Кочнев, тренер. Мы приняли участие в зимнем первенстве по большому футболу. Значит, из 13 команд мы заняли 5-е место. Я бы сказал, это лучший результат за последние годы участия в зимнем первенстве. Значит, у нас сегодня хороший сплав молодых ребят и опытных игроков. Ну, это Азбестовец, Дмитрий Копытов и Андрей Осинцев. Это ветераны, я хочу сказать. Ребята, которые, ну, сами занимаются футболом и отдают себя. Значит, молодые ребята есть. И Павел Попов, и Андрей Терентьев, и Николай Пономарев. Есть классные Азбестовцы, которые сегодня по ряду причин живут, работают в Екатеринбурге. Это Даня Фролов, Данил Фролов, значит, это Денис Немков. Играют за наших. Играют за Азбест. Они преданы футбольной команде Урал-Азбест. Мы, конечно же, для того, чтобы играть в первой группе, усилились рядом ребят. Зимой к нам пришли несколько человек из, будем говорить, команд Екатеринбурга. Поэтому мы будем в первой группе играть. И я надеюсь, все-таки вот неделю назад мы стартовали в Кубке Свердловской области и встречались в Екатеринбурге на стадионе УПИ с командой Федерального университета. Команда, которая играет в студенческой лиге России, показывает там хорошие результаты. Значит, в зимнем чемпионате мы с ними сыграли 2-2, здесь мы у них выиграли 4-1. Но, как бы, есть результат. Нам, мы понимаем, есть над чем работать. И поэтому команда будет играть в сильнейшей группе. Кстати, многие территории сегодня там не выступают. Мы видим, что Сухой Лог не представлен в первой группе. Полевской не представлен в первой группе. Это команды, которые всегда играли. Сильные достаточно коллективы. По разным причинам. Это сегодня и Реш ушел из первой группы. Верхняя Пышма ушла. Но Азбест, мы всегда говорим, это один из лучших и красивейших городов Свердловской области. Мы будем играть благодаря еще и поддержке комбината. В общем, в этой лиге остались сильнейшие. И то, что там наша команда это очень сильно радует. Все же, когда мы посмотрим футбол в Азбесте нашу команду. В Азбесте у нас первая домашняя встреча состоится 2 мая. Мы принимаем Генур из города Первый Уральск. Это чемпион Свердловской области. Ну, кстати, и победитель зимнего первенства. Игра состоится в 17.00. Но вообще календарь составлен таким образом, что 2 мая, 11 мая, мы принимаем Синару. Это город Каменск-Уральск. Команда, которая представляет Синарский трубный завод. Они вот две недели назад стали обладателями Суперкубка Свердловской области. Значит, и наконец, 18 мая, значит, а все игры будут в 17.00, мы принимаем еще одного представителя города Первый Уральск. Команда Трупром. Это серебряный призер прошлого чемпионата. То есть, вся тройка призеров прошлого года приедет в Азбест. И, конечно же, будет очень непросто. Но я приглашаю всех азбестовцев прийти, поддержать то, что команда будет играть и будет только нацелена на, будем говорить, успешный результат. Значит, это однозначно. Потому что все ребята горят и нацелены на то, чтобы хорошо выступить. Соперники достойны. Поэтому замечательно, что у Азбестовцев есть возможность посмотреть все лучшие коллективы любительского футбола Свердловской области. Потому что первая группа, конечно, это уровень очень приличный. Ну, я думаю, что мы информацию об играх доведем до наших жителей. Я хочу сказать вам, Леонид Викторович, спасибо за столь интересную, я бы сказал, полезную информацию. Желаю вам удачи во всех ваших делах, во всех ваших начинаниях. Уважаемые Азбестовцы, гости нашего замечательного города, города Горного Льна. Я от себя лично, от нашего многотысячного коллектива поздравляю всех с замечательными, я бы сказал, очень важными праздниками в жизни каждого россиянина. Это 1 мая и особенно 9 мая. Желаю всем благополучия, счастья и хочу пригласить на мероприятия, которые будут проходить на территории Азбеста. Это и демонстрация 1 мая, ну и конечно же особенно это будем говорить шествие бессмертный полк, потому что тем самым все мы показываем объединение и отдаем должное памяти тех людей, которые смогли победить фашизм. еще раз от всей души поздравляю с праздниками, желаю здоровья, любви, благополучия и всего самого доброго. И давайте хранить наш город родной Азбест. Спасибо, Юрий Васильевич. Спасибо, Валерий Викторович. На этом наша программа заканчивается. Напомню, что нашим гостем был Валерий Викторович Юстус, заместитель генерального директора по персоналу и социальному развитию комбинатора Азбест. А я прощаюсь с вами. До свидания Редактор субтитров А.Семкин